Девушки отдыхают Я тебе говорила, оделась бы как я и сразу бы без проблем сдала Не переживай, еще скоро пересдача Да нет, я не знаю, может родителей съесть жену истить Да, ладно, хорошего отдыха тебе, пока-пока Помогите! Не кричи! А то соседи всех распугаешь Здорово, сеструха! Ольга! Придурок! Ты меня до полу смерти напугал! Да ладно тебе! С каких пор ты такая пугливая стала? Уже и приколоться нельзя Я по тебе соскучился Я по тебе тоже Видишь, даже прикольчики все твои позабывала Ну да Я так понимаю, ты теперь дембель? Ага Поздравляю Слушай, а как ты меня нашел? А твои подружки сообщили? А, то есть родители не знают, что ты ко мне поехал Нет Ты что, мне не рада? Ну что ты, конечно, рада, рада Заходи! А может лучше погуляем? Я в этом городе ни разу не был Хорошо, я тебе все покажу Только сумку у тебя оставлю Давай, где она? А, там Неси Ладно Алена была счастлива увидеть брата С которым по настоянию родителей Не общалась целый год Ваня был мне не совсем брат Мои родители его усыновили Но с детства нам внушали, что мы родные Тогда мы, конечно, об этом не задумывались А потом В общем Когда я закончила первый курс института Ваня в школу Мы отправились на летние каникулы к бабушке Это было волшебное лето Ночевки на сеновалах Прогулки до утра Ну и нас Как магнитом Друг друга потянуло Родители застукали, как мы целовались Папа начал кричать Мол, это инцест Что скажут соседи, родные А потом папу увезли в больницу с сердечным приступом Мы все ужасно перепугались И когда отец сказал, что Я должна перевестись в другой институт Я сразу же занялась этим Помнишь, как мы с тобой в детстве заморожены? Когда родители нам три стаканчика приняли? Да, и я знала, что ты любишь эскимой И считала, что второй стаканчик мой по праву А мне обидно было, что тебе достанется больше Ну, постойте Прямо как в детстве А помнишь историю с букетом? Когда мы в трамвай ехали? Да, мы ехали на день рождения к твоей однокласснице У тебя был большой букет И мы в трамвай зашли в разные двери И ты идешь через весь трамвай Людей расталкиваешь Протягиваешь мне букет и говоришь Самой красивой девушке на свете Весь трамвай докахнул Никто же не знал, что мы вместе А ты и есть самая прекрасная девушка на свете Точно, что-то я устала Пойдем домой? Да Подожди, ты куда так несешься? Ален, что-то случилось? Нет, ничего не случилось Почему ты тогда молчишь? Просто так Я тебя чем-то обидел? Нет Может, у тебя были свои планы, я их нарушил? Нет Что с тобой? У нас же было все так классно, разве нет? Было А потом тебя как будто подменили Знаешь, Вань Нет, все правда нормально Просто я думаю, что тебе надо домой ехать Почему? Мы же с тобой договорились, что я погощу тебя пару дней В общем, сегодня туда электричку уже не будет А завтра первая в шесть утра, ты на ней поезжай, ладно? Постой Не понял Держи, пошли Когда я понял, что люблю Алену, не увидел в этом ничего страшного Ведь мы не были с ней родственниками Реакция родителей на наш поцелуй стала для меня неожиданностью Я пытался выяснить, почему они так против наших с Аленой отношений А отец только орал, что мы ничего не понимаем, мол, играют гормоны Ему стало плохо, и я заткнулся Пошел служить в армию, как он велел Алену куда-то отправили, адреса мне не дали Опасаясь за здоровье отца, я не пытался ее найти Но в разлоке с Аленой я окончательно убедился Дело не в гормонах Ален, спишь? Нет Нет Я тебя люблю Я тебя Правда? А я подумал, что у тебя тут другой парень появился Да нет у меня никого С чего ты это взял? Ну, ты меня прогоняешь Ваня, я думаю, что тебе лучше найти другую девушку Мне никто, кроме тебя, не нужен Ну, мы с тобой не можем быть в масте Почему? Потому что это убьет отца Ты всего не знаешь Его когда с приступом в больницу положили, я слово ему дала, что у нас с тобой ничего не будет Он меня очень об этом просил Ты из-за него мне не писал? Да, я не звонила Хотя очень хотела Понятно А я-то думаю, у нас с тобой все серьезно Ладно Спокойной ночи Вань Отслужив в армии, Иван сразу приехал к сестре Алене Они не были родными Родители Алены усыновили Ивана Дети подросли и почувствовали, что их тянет друг к другу Узнав о романтических чувствах молодых людей, отцу стало плохо с сердцем Он отправил Ивана служить в армию, а Алену учиться в другой город и запретил им общаться Встретившись снова, что их взаимные чувства, когда Иван пришел к Алене в спальню Она попыталась его прогнать Она попыталась его прогнать, но не смогла Я, как и Ванька, за год поняла, что он для меня значит Я, конечно, еще надеялась, что все это пройдет, я смогу забыть его Не получилось На расстоянии-то еще можно было с собой бороться, а вот когда он сидел со мной Такой родной, такой любимый Я... Я просто забыла все клятвы, которые давал отцу Доброе утро Ванечка Ваня, что мы с тобой на тем более? Ничего плохого? Нет, ты не понимаешь Что тут понимать? Мы с тобой любим друг друга Да Ну Ты выйдешь за меня замуж? Нет, так нельзя Не парься Все будет хорошо Если ты меня тоже любишь Ну, конечно, люблю Тогда мы уйдем в ЗАГС И подаем за меня Сдавай Я был счастлив Алена стала моей Наши чувства друг к другу были взаимные И это давало мне уверенность в будущем А родителям Я не собирался сдаваться И был твердо готов стоять на своем Я был уверен, что у нас все получится без их помощи Мороженое Мороженое Как всегда Я сейчас Хорошо Привет, пап Привет, моя хорошая Что-то ты не звонишь на мне пишешь Как у тебя дела? Да все хорошо Сессию она отлично сдала Вы же меня знаете Ну да, ты у нас умница Ну, а дальше что? Какие планы? К нам приедешь? Конечно Вы там как? Ну, если честно, не очень А что случилось? Понимаешь, что у Вани просто срок демобилизации уже подошел По моим подсчетам он должен был уже приехать Он, на самом деле, куда-то пропал Он не звонит, не пишет На мои сообщения и звонки тоже не отвечает Если честно, я очень переживаю И у меня даже сердце похудит Пап В общем, Ваня, он здесь У меня Как у тебя? Я прямо сейчас к вам выезжаю Через три часа буду вашим Пап, подожди Эй, ты че такой хуже? Папа звонил Я сказала, что ты здесь Здесь он сказал, что выезжаю Ты отец? Открывай, ничего не бойся Я с тобой Иван, ты давно здесь? Вчера приехал Алё, вы спали вместе? Пап, прости, конечно, но мне кажется, что это... Мы солёные решили пожениться Слушай, никакой свадьбы не будет Давай, собирай вещи, ты поедешь сейчас со мной Пап, подожди, мы любим друг друга Я не понимаю, что... Я никуда не поеду Я не понимаю, что нам мешает с Алёной стать мужем и женой Ну хорошо Хотите правду? Скажу вам правду Дело в том, что... Вы родные брат и сестра Пап, ты плохо подготовился к этому разговору Ты думаешь, мы тебе поверим? У меня была любовница Она была беременна тобой, Ваня Ну и тогда же, примерно в то же время У нас с Мариной Родилась Терра Подожди Это что же получается? Ты жил на две семьи? Ну просто, когда родился Ваню Её мать Ну, настоящая мать Она сказала, что Откажется и оставит его в роддоме Нет Ну, я же не мог тебя бросить Ты же мой родной сын Поэтому пришлось Для Марины И для всех родственников Принумать вот эту Историю С погибшим другом Ваня не пришёл мчевать Ужасно было осознавать, что Пускай и по неведению Но мы с ним совершили инцест Я тогда даже не представляла Как мне дальше жить Ваня объявился только утром И сказал, что уезжает с отцом После их отъезда мы больше не общались Я чувствовала себя преступницей Потому что По-прежнему любила Ваню И хотела быть с ним Аленка, привет Привет, мам Почему ты нам не звонишь Не пишешь? Что-то случилось? Нет Всё в порядке А когда ты к нам приедешь? Я не знаю Алена Ладно, пока Нет, ну подожди Ты так ничего нам и не рассказала Что-то случилось? Мам Я больше не хочу с вами общаться Почему, девочка моя? Я вообще ни с кем не хочу больше общаться У тебя что-то случилось, да? Оставьте меня в покое Не звоните мне больше Тайна моего рождения стала для меня полным шоком Я понимал, что у нас с Аленой нет и не может быть будущего И решил не ломать ей жизнь Уехав с отцом домой, я пытался забыть про неё Целыми днями тусовался с друзьями Старался познакомиться с девушками Но всё было бесполезно Я постоянно думал про Алену Девочка моя! Мама Зачем ты приехала? Ну, ты так странно тогда с нами разговаривала Я просила оставить меня в покое Вот именно, и мы с папой стали волноваться Может быть, ты переутомилась после сессии? Мам, я не переутомилась Раньше ты себе не позволяла со мной разговаривать в подобном том Что ты от меня хочешь? Тебе помочь Мне не нужна никакая помощь А вот теперь я вижу, что нужна Ничего, мы с тобой развеемся Прошвырнёмся по магазинам Ну, не выгонишь ты родную мать? Приезд мамы был совсем не вовремя Потому что у меня появились подозрения На то, что я беременна от Вани Ничего ужаснее, как мне казалось Тогда со мной произойти просто не могло У меня ещё была надежда, что я всё-таки ошибаюсь И я решила сделать УЗИ Но мама ничего не должна была знать Алёна, что это такое? Мам, ты что, рылась в моей сумке? Нет, я искала ключи Хотела сходить в магазин Но попросила бы меня Ты беременна? От кого? Это не важно Как это не важно? У ребёнка должен быть отец Не будет никакого ребёнка Почему не будет? Ты не хочешь рожать? Потому что у меня родится урод С чего ты взяла? Я не позволю тебе сделать аборт Это очень опасно Ты на всю жизнь можешь остаться бесплодной Мам Если я не могу иметь детей от Вани Пусть у меня вообще не будет детей От Вани? Значит, твои Мамочка, я его очень люблю Я думала, что всё это в прошлом Прошёл целый год Нет После армии Ваня приезжал ко мне Мы хотели пожениться А потом Приехал папа и увёз его Мне папа об этом ничего не говорил Мама, мне очень плохо без него Успокойся Ты выйдешь замуж за Ваню И у вас родится замечательный ребёночек Нет Ну почему нет? Да Да потому что папа сказал Что Ваня его родной сын Да Только папа тебе не родной Алена знала, что брат Иван ей не родной Родители усыновили его Повзрослев, молодые люди почувствовали, что их тянет друг к другу Отец заметил это и отправил сына в армию Отслужив, Иван приехал к Алене Они решили пожениться Отец заявил, что свадьбы не будет Потому что Иван на самом деле его сын от любовницы Иван уехал с отцом А Алена поняла, что беременна Она решила делать аборт Но мать отговорила её Сказав, что Алена и Иван всё-таки не родные Когда я узнала, что у папы есть любовница Со злости завела роман на стороне Забеременела Любовник был женат Ну, в общем, ты теперь всё знаешь Стой, ты куда? К Ване, мама Электричка через 50 минут Ты? Ваня Хорошая, моя так соскучилась Постой Постой Что ты здесь делаешь? Так, Юр, оставь детей в покое Да ты её сюда привезла? Да, это я её сюда привезла Ты что, с ума сошла? Мы приехали готовиться к свадьбе Какой свадьбе? О чём ты говоришь? Давай выйдем Зачем? Мне надо серьёзно с тобой поговорить Ничего не понимаю Мама не против? Ты мне, конечно, не поверишь Но мы с тобой не родные Этого не может быть А отец сказал, что... Да Что ты его сын Но, оказывается, мама родила меня от любовника Вот это да И у меня у тебя ещё одна новость Какая? У нас будет ровная Это так здорово Когда Алёна рассказала мне всё, что узнала от мамы Мне стало стыдно Я проклинал себя, что послушался отца И скрывал всё от матери Ведь если бы я раньше с ней поделился Мы бы с Алёной не расставались на целый месяц А ещё я был очень рад Что скоро стану отцом Ну ты понимаешь, что ты творишь? Понимаю Не могут быть вместе Алёна и Ваня Интересно А почему же такое? Они же не родные Да всё равно Это не аргумент Ты мне ни в чём не хочешь признаться В чём? А ты думаешь, что я не знала, что у тебя была любовница И что она беременна Или ты думаешь, что я всё это время Верила, что Ванечка Это сын какого-то твоего погибшего друга, да? Ну вот тем более Ты сейчас всё знаешь Ты понимаешь, что они не могут быть вместе Могут Потому что Алёна Это не твоя дочь В смысле? Изменял он мне? У тебя был любовник? Из меня Так же, как и ты Получается, вся наша жизнь была построена малышей У нас не было и нет семьи Ты куда? Да куда угодно, я не знаю На вокзал, в гостиницу, на улицу Успокойся Главное для нас сейчас Это наши дети И их ребёнок А ребёнок? Да Алёна беременна Если бы ты не запугал бедную девочку Такой степени, что она решила сделать Я бы тебе никогда не рассказала Я не знаю Делайте, что хотите Женитесь, рожайте Только у меня в этом доме больше ни секунды не хватает Мы начали готовиться к свадьбе Я была бы абсолютно счастлива, если бы не ссора родителей Папа ушёл из дома и несколько дней не отвечал на мои звонки Я очень боялась, потому что у него ведь однажды уже был сердечный приступ Стала обзванивать всех друзей и у одного из них нашла отца Друг сказал, что с ним всё в порядке Ты меня немного успокоила Но всё равно мне очень хотелось, чтобы папа пришёл на нашу свадьбу Ну и где машина? Водитель сказал, что подъехал Может, он адрес перепутал? Не знаю Сейчас позвоню Да, здравствуйте Ну вы где? Мы уже вышли, да, вот стоим ждём Хорошо, ладненько Ждём Ну где он? Он скорую пропускал Сейчас круг сделает, подъедет Мам Посмотри, кто пришёл Ну надо же Привет Мама Папа Ну помиритесь, пожалуйста Ну я не могу вас видеть такими Ты чего? Ну-ка перестань Ну что? Остыл? Что значит остыл? Я просто соскучился по детям Уже хорошо Юрь, давай прошлое оставим в прошлом Не могу Я всегда считал валёнку родной Ну а что изменилось? Или ты считаешь, что ты мог жить на две семьи, а я нет? Юрь, возвращайся домой Нет, не могу Ну что ж Спасибо, что хоть к детям на свадьбу пришёл Руку-то подашь И улыбайся Иван и Алина уже на лесу Полоски сонки не хотят власть Родители Ивана родственников Важно, когда они соседи Но задаёмная обида Не давала им этого сделать Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова